Школа, в которой не отмечают пропуски и не ставят двойки, ходят в нее по личной инициативе, всегда с хорошим настроением, потому что здесь учат шутить. В начале месяца в областном центре открылась школа КВН. Слушатели в основном студенты ивановских вузов, те, кто мечтает попробовать себя на большой сцене. В качестве учителя юмора редактор областной лиги веселых и находчивых Алексей Кубышкин еще на первом занятии объяснил, в КВН может играть любой. Главное найти свою роль – в кадре или за ним. В команде КВН только половина людей стоит на сцене, а еще половина обеспечивает это все за кулисами, скажем так, и они также необходимы, как и те, кто стоят на сцене. А во-вторых, КВН – это не профессиональная актерская деятельность, и там играют люди, условно говоря, себя в предлагаемых обстоятельствах, поэтому роль самого себя может сыграть практически любой человек. На занятиях, как ни парадоксально, ни до смеха. Все крайне серьезно. Ребятам объясняют, из каких аспектов состоит шутка, какие темы можно использовать, как строить выступления. Только кажется, что юмор – это просто. Школа КВН – первый опыт в Иванове. Лига есть, игры проходят, но ребят выступать никто не учил. После окончания этого сезона в Комитете молодежной политики поняли – пора. По результатам проведенного сезона предыдущего года, 2015-2016, было понятно, что на самом деле уровень команд, как таковой, он крайне невысок. Мне кажется, дело в том, что у нас в городе нет ни одной сильной команды регионального уровня, поэтому, чтобы взрастить, так сказать, новое поколение, многие тоже заканчивают вузы и больше в КВН не играют. И чтобы новое поколение как бы росло, их тоже надо учить почему-то. И учат. Получается вполне. Клич для начинающих юмористов объявили за месяц. Отозвалось семь вузов, несколько школьников и команда киргизской диаспоры. На занятия ходят и те, кто хочет быть автором шуток, и те, кто мечтает стать фронтменом, как известно и на всю страну КВНщики. Воля Харламов-Голустян. Подобные занятия также можно применить как больше для раскрепощения, потому что сейчас, например, у меня есть такое, у меня особо хорошее качество, что я очень стеснительный человек. И на сцене мне это помогает больше себя раскрепостить. Хочется, чтобы тебя знали, чтобы ты прославился, и чтобы дальше то, чем ты занимаешься, и дальше тебе пригодилось в жизни. Курс КВН рассчитан на 10 занятий. В них есть теория и практика. В этой идеальной школе не будет даже итогового теста или экзамена. То, чему ребята научились, они продемонстрируют перед жюри в новом сезоне Ивановской лиги в будущем году. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.